Дорогие азгардианцы, сегодня 12 октября 2021 года исполняется 5 лет создания нашей космической нации. В 2016 году, в такой же день, в Париже, я объявил о создании азгардии, и, как вы видите, слова и идеи имеют реализацию в реальной жизни. Если сравнить, 5 лет много это или мало, надо сравнивать всегда с чем-нибудь похожим, например, с Древней Грецией или Древним Египтом, тогда, конечно, азгардия просто не видна. Но можно взять одну из молодых стран Земли, которая меньше 300 лет, это Соединенные Штаты Америки. Это уже более сопоставимо с нашим возрастом в 5 лет. Так что у нас, как видите, есть большие серьезные длительные перспективы нашего существования. Если же подвести предварительные итоги за эти истекшие 5 лет, то они, на мой взгляд, весьма впечатляют. У нас население уже азгардиянцев 1,75 млн человек со всего мира, из более 200 стран. У нас своя Конституция, Декларация Единства, флаг, гимн, герб. У нас сформированы три ветви власти, судебная, исполнительная и законодательная. У нас принят серьезный пакет законов и постановлений правительства, моих указов. Мы провели ряд серьезных мероприятий. Научную конференцию в Германии, в Дармштадте. Конгресс руководящего состава в Эстонии, в Таллине. Высший космический совет в Гонконге и в России, в Москве. Мы провели экономическую конференцию во Франции, в Ницце. К сожалению, последние полтора года из-за известного вируса все мероприятия идут сейчас в цифровом виде. Парламент заседает четыре раза. В году проводят цифровые сессии, ежемесячно проходят заседания правительства Асгарди. У нас свой цифровой банк, зарегистрирована национальная цифровая валюта. То есть, если посмотреть весь этот перечень дел, то, наверное, нам есть чем похвалиться друг перед другом, да, и перед всем мировым сообществом. Я хотел бы сегодня сделать два заявления, важных, на мой взгляд, как гарант Конституции. Я сам, в первую очередь, должен ее соблюдать. Согласно Конституции, глава нации избирается каждые пять лет. В следующем году истекает пятилетний срок моего руководства, нашей первой в истории человечества космической нации. Поэтому я, в первую очередь, объявляю о начале подготовки к выбору главы нации, которые состоятся осенью следующего года. Я призываю всех Асгардианцев, наших резидентов, выставляйте свои кандидатуры. Вы можете это сделать сами, это могут сделать и ваши коллеги. Это первое, что я хотел сказать. Дата и порядок проведения выборов будут объявлены моим указом дополнительно. Второе, что за последние пять лет, конечно же, мы увидели ряд, ну, не ошибок, а, скажем так, недочетов в нашей Конституции, потому что сложно было, не имея никакого исторического опыта, мы же с вами шагнули, минуя первобытно-опщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический и прочее, строить сразу в цифровую демократию. Поэтому учесть все нюансы в Конституции было достаточно сложно. Поэтому я объявляю сегодня о подготовке к национальному референдуму по поправкам Конституции Асгардии. Также призываю вас направлять на государственный сайт Асгардии свои предложения к изменениям, дополнениям и поправкам Конституции. Референдум будет проведен одновременно с проведением выборов главы нации. Еще раз поздравляю вас с нашим сегодняшним национальным праздником. С днем рождения вас, асгардянцы. Всего доброго.